По решению суда в Балхаше четверо полицейских, обвиняемых в пытках педофила, получили наказание. Найден виновный. Установлен владелец лошадей, причастных к ДТП. В Балхаше вынесем приговор в отношении четырех балхашских полицейских, обвиняемых в пытках педофила. Они были приговорены к 9 и 10 годам лишения свободы и служебных чинов. Напомним, два года назад 44-летний подозреваемый в изнасиловании маленькой девочки был задержан. По версии следствия, он подвергся жестким пыткам со стороны стражей порядка. В октябре он подвергся травле и пыткам со стороны сотрудников местного отделения полиции. Подозревается начальник местной криминальной полиции и трое его сотрудников в причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшего. Пострадавшему, у которого сломанный нос, предплечье, ребра и разорванная кишка, сделали операцию в центральной больнице города. Вина четырех подсудимых подтверждена показаниями педофила и заключением экспертизы. Хотя сторона защиты попросила оправдание подсудимых в связи с отсутствием в их действиях состава преступления. Педофил тоже не остался безнаказанным. Его приговорили к 19 годам лишения свободы. Четверо полицейских обвиняются по статье «Пытки, повлекшие тяжкий вред здоровью потерпевшего». Отметим, что приговор суда еще не вступил в законную силу. Вина четырех обвиняемых полностью доказана. Это подтверждает собранными по делу доказательствами, результатами экспертизы и показаниями потерпевшего. Суд приговорил двоих обвиняемых к девяти годам лишения свободы, еще двоих к десяти годам лишения свободы. Они отбывают наказание в колонии, а также лишаются права работать на государственной службе и специального звания сроком на три года. Близится к завершению строительства дороги от улицы Лемжанова до ТЭЦ. Мая подрядная организация восстановила больше 800 метров проезжей части до железнодорожного переезда. Теперь ремонтируют дорогу протяженностью в 400 метров от переезда до моста ТЭЦ. На сегодняшний день подрядчики организации «Тастемир» засыпали щебень и поверх него уложили крупнозернистый слой асфальтного покрытия. Работы завершатся на этой неделе. Выделены средства с местного бюджета. Работа была определена подрядчик согласно конкурсной процедуре. И он сразу же приступил к работе. Сейчас он уложил уже нижний слой асфальтного покрытия. И на днях уже будет укладка верхнего слоя. Все работы он согласно графику в быстром темпе все произвел. Установлен владелец лошадей, которые стали причиной ДТП, повлекшей гибель двух людей. Напомним, 5 сентября около 9 часов вечера в районе Бектауата автомобиль «Лада Приора» сбил выехавшую на дорогу лошадь и столкнулся с автомобилем «Мерседес Бенц». В результате ДТП погибли два человека и еще четыре человека госпитализированы с различными травмами. 26 голов лошадей, которые стали причиной трагедии, были водворены сотрудниками полиции на штрафстоянку. Сегодня был установлен владелец скота, составлен административный протокол. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 345, части 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В отношении хозяина лошади составлен административный протокол по статье 408, части 1 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. По данному делу будет принято процессуальное решение. Около 20 кружков по разным видам спорта доступны болхашским детям. С началом учебного года школьники возобновили тренировки. Научиться играть в волейбол и баскетбол, также освоить приемы карате и греко-римской борьбы можно в детской юношеско-спортивной школе. В спортшколе 9 различных секций на бесплатной основе для детей от 9 до 16 лет. Чтобы стать воспитанником спортивной школы, нужно принести свидетельство о рождении и медицинскую справку. Дни расписания, это уже зависит от количества детей. У нас пока сейчас нет ограничений, могут все дети выступать, ходить на тренировки. Каждый тренер занимается по своей времени. Например, с утра, начиная с 8.30 до 12.30, это до обеда. После обеда начинаются тренировки, у нас с 14.30 до 7 вечера. Занимаются дети у нас. 14-летний воспитанник детско-юношеско-спортивной школы занимается волейболом больше двух лет. Тренировку со школой совмещают после уроков. Я люблю этот вид спорта. Сам выбрал. Занимаюсь уже два года с тренером Канатом Тимирлановичем. Участвовали в городских соревнованиях, где заняли второе место. Не жалею, что выбрал именно этот вид спорта. Также учебно-тренировочные занятия ведутся в ФОК. В группы принимают до 18 человек. В секции принимают детей от разного возраста. Помимо спортивных кружков, есть интеллектуальные виды спорта. Подробную информацию можно узнать по телефону 75022. На данный момент у нас идет набор детей на настольный теннис, на шашки, футбол, бокс, вольная борьба, кикбоксинг, дзюдо, казах-кресе. Редактор субтитров А.Семкин